Привет, друзья! Это Егоров. И у нас сегодня ролик-розыгрыш. Очки обязательно пригодятся. Дело в том, что, конечно, я бы хотел записывать сейчас этот ролик где-нибудь как Райзен на побережье каком-нибудь море, на Мальдивах или еще в каких-нибудь других странах. С кем? Не знаю. Но, к сожалению, у меня есть вот такая нога и еще 10 дней постельного режима. Я никуда ходить не могу, а, как вы понимаете, сейчас уже время такое, что нужно уже сейчас прям срочно записывать. Кстати, недавно я записывал ролик с этой ногой и говорил спасибо всем Амкалу, Бролкам, Болельщикам. И есть один человек, которому спасибо я не сказал. И этот человек мне говорит, говорит, почему ты всем сказал спасибо, кроме меня? Получается, тебя заставило. Да. Почти. То есть, нет, что не скринь. Ну, искренне. Это Настя. По сториз тот, кто видел, не видел. Но мы с ней встречаемся два с половиной года, примерно столько же времени, сколько я за Амкал играл и вообще в медийном футболе. Так что, я думаю, вы более-менее все знакомы. Ну, во-первых, раз он сказал неискренне, то мы сейчас, вот что будем разыгрывать, я объясню. Это спасибо будешь говорить или нет? Нет, спасибо я тебе скажу обязательно. Что мы будем разыгрывать? Разыгрывать мы сначала будем с ней путевку на отпуск. А потом уже разыграем дальше. Почему путевку? Потому что с самого начала Настя мне говорила, ну, с каких-то времен говорила, я очень хочу на Мальдивы. Потом говорила, хочу в круиз на Северный Оледовитый океан. В принципе, спонсор, который Бэтбум, мне достаточно денег платил, чтобы ее повезти. Но я всегда жопил эти деньги. Можно так сказать? Можно. И мы, в принципе, никуда практически не ездили. Хотя, в принципе, Анастасия как минимум заслуживала этого. Почему? Потому что она всегда со мной возилась. Правильно? Возиться началась с первого же дня. Когда мы начали встречаться, у меня были первые игры Амкала, у меня отекло колено, был отек кости. Вот. Она мне морозила лед у себя в холодильнике. Я ездил и в первом матче забил гол. Было? Было. Было. Заброс на любимого вами Егорова. Дима проталкивает мяч головой дальше и пробует перекинуть вратаря. Потом я не мог нормально спать, потому что у меня соседка с ума сошла, слушала коммерсантов Элмсовыми днями. Я к Анастасии в первый же день переехал в квартиру. Было? Ну, на неделю. День на шестой. Да. Было. С тех пор я там жил. Не по любви. Просчетов. Просчетов. Потом. Дальше. Когда мы поехали в Абхазию? Да. Первый раз куда-то поехали вместе. На меня напал дикий понос и температура. Я обосрал все, что можно. Кто мне за лекарствами ходил? Было? И кто смывал? Ты смывал тоже? Почему? Потому что ты это не делал. А мне плохо было настолько? Короче, было. Дальше все. Я играл в футбол. Потом мне сожгли машину. Кто мне помогал, чтобы бабушку отдать тушить ее и отдать утром машину, чтобы я бабушку отвез в больницу? Было-было. Правильно? Да. Потом я нормально тусовался, начал ролики выкладывать, потому что я знал, что дома все нормально. Кто все делал? Я. Готовил вот это сюда. Было-было. И сейчас тоже есть. Потом я порвал связки. Я не знаю, подстраиваются корпусом. Кто меня домой сюда приводил, клал на кроватку, приносил еду? Было? Было. И один раз она подумала, что я кровью и стеколь обосрался, потому что подо мной конфетка растаяла. Пока я плакал, дедушка у меня скончался, кто меня успокаивал. И после остальных всех вот этот сезон сложный был. Почему? Не знаю, с того каждый день сложный. Слушай, а я с ума сошел? Да. Вот. Поэтому я подумал, что в принципе раз... Анастасия столько со мной пережила. Мы сейчас будем разыгрывать либо путевку на Мальдивы, либо в Интерктиве? Да, я еще не решил. Но на Мальдивы в хорошую. Либо в Америку, либо куда-нибудь, либо на Мачу-Пикче. Ну вот так, алтерея будет. Не, давай... Ну, как бы мы в Америку не поедем. Ну, алтерея разыграем, потом как получится. Не, давай, что-то реалистично. Потому что Мальдивы. Давай. А Аргентина? Я очень хочу. Либо Бразилия. Давай. А вот у меня друзья едут. И Перу. Перу. Мальдивы, Перу, Бразилия. Ну, от Кубы тоже приятно. Ладно, Мальдивы, Перу, Бразилия. Ну, Кубы это, блин, не тварь. Мальдивы, Перу, Бразилия. А в Антарктиду попозже. Почему? Антарктиду тоже сюда? Да. Ну, хорошо. Так. Я буду проводить определенные манипуляции со своим телефоном. И не только. А мы сейчас, получается, выбираем, куда едем, а не кто платит. Я плачу. Потому что у него все. Да. Вот. Поэтому ты надеваешь очки. Они от другой стороны надеваются. Полностью. Включаешь музыку. Не отвлекаешься. Ты слышишь меня чуть-чуть? Да, это я музыку не включила. Поэтому мы сейчас должны просто с тобой скидываться. Давай два пробных. А зачем ты мне глаза закрыла? Надо, блин. Так. Ладно. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Три. Держишь так. Держишь? Да. Так. Первая манипуляция. Держи. А что, если я держу, то я победила? Держи, держи, держи. А? Это я сейчас победила? Почти. Давай дальше. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Еще. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Держишь, держишь. Открываешь глазки. Я хочу тебе сказать, что я тебя люблю. И пора нам с тобой жениться. А куда поехать выбираешь ты? Что? Да нет. В общем, пацаны, запомните меня таким молодым и свободным. В 2022 году. Всех с наступающим Новым Годом. Саша, Саша. Я кажется, я не поняла еще. Можно еще подниматься? Теперь поняла, кажется. Саша, Саша, Саша. Настроение не скандал. Настроение смешное. Оно такое большое, что получается... Ну вот, вдруг тут не заметил. Оно такое большое, а куда поместится еще одно? Если что, два кольца, да? А еще одно покупать? В общем, друзья, так я решил закончить этот сложнейший год. Год, который для меня начался ужасно с потерей. Очень и очень близкого человека. Я думаю, что многие люди вообще в этом году достаточно сильно страдали. Ну и заканчивать его, конечно, нужно на доброй ноте. И помнить... Это все уже кольцо головного мозга началось. Поздравляю. Вот. Будем стараться делать как можно больше добрых поступков в этом году. И я думаю, каждый из нас должен понять, что искренняя радость как раз от добрых поступков. Проступков. Все-таки поступков. С наступающим всех Новым Годом. Продолжение следует...